Совет за любовь. США меняют риторику в отношении Евросоюза в торговом вопросе. Еще на прошлой неделе Дональд Трамп называл ЕС недоброжелателями, но после переговоров с Жаном Клодом Юнкером рассыпался в комплиментах в адрес Брюсселя. Что заставило его поменять точку зрения? Об этом Ирина Иванова. Крайне удачными называют и в Брюсселе, и в Вашингтоне переговоры по вопросу трансатлантической торговли. Последние несколько месяцев отношения между партнерами были крайне напряженными. В марте Дональд Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия из Евросоюза. В Брюсселе ответили зеркальными мерами. Тогда хозяин Белого дома пригрозил повышенными тарифами на товары европейского автопрома, а в ЕС начали формировать список американских товаров для введения новых пошлин. Чтобы остановить эту гонку, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отправился в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом. Когда меня пригласили в Белый дом, у меня было только одно намерение – договориться. И мы это сделали. Определили ряд направлений, над которыми будем работать. Стороны договорились устранить барьеры в торговле. Евросоюз согласился снизить промышленные тарифы и импортировать больше сельскохозяйственной продукции из Америки. США будут больше поставлять сжиженного газа в Европу. Открытым остается вопрос об импорте из ЕС товаров автопрома. Несмотря на это, Дональд Трамп остался крайне доволен встречей с Юнкером. На пресс-конференции он заявил, что в отношениях Вашингтона и Брюсселя начался новый этап. А после переговоров оставил красноречивый твит в сети. Откровенно говоря, ЕС, представленный на фото главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, и США, которые представляет ваш покорный слуга, любят друг друга. Трудно представить, что еще в начале июля на саммите НАТО президент США устроил разнос европейским лидерам и уехал, не дождавшись подписания финального документа. По словам источников европейской делегации, Юнкеру в Вашингтоне пришлось пойти на уступки, чтобы не допустить торговой войны. А европейская пресса пишет, что изменение курса также может быть связано с растущим давлением республиканцев на хозяина Белого дома. Ирина Иванова, подробности телеканал Интер.